Все, друзья, приветствую вас сердечно. Приветствую вас сердечно. Здесь у нас Аршинов, главный специалист Института философии Академии наук. Константин Михайлов, который там вообще делает логотипы наши. Мы сегодня будем после Аршинова общаться с Константином Михайловым и с нашим Николаем Сорокиным. Дело в том, что Николай Сорокин сказал, без Геральдики движения нету школы «Человек будущего Homo Futurus». И чтобы закрепить в мире наш логотип, мы как раз таки... Вот я надел, видишь, летающий человечек. Вот я встану, звезды над нами и космос. Это как у Канта, помнишь? Верю только в этот космос и в этику внутри нас. В звездное небо над нами и моральный закон внутри нас. И это же упражнение «Полёт». Да, поэтому, Владимир Иванович, тебе слово. Начинай. Да, но я постараюсь, чтобы быть здесь, я уложиться кратко. Проблема наблюдателя для меня центральная. Я постараюсь войти в этот сюжет. Просто здесь скажу, во-первых, что наблюдатель играет... Во-первых, наблюдатель – это активный, значит, наблюдатель – это не некая пассивная, так сказать, сущность. Это наблюдатель-эктор, наблюдатель действующий. Я не знаю, вот точка входа, значит, я попробую таким образом. Вот какие, значит, проблемы наблюдателя. Ну, конечно, все знают, что у квантовой механики без наблюдателя не существует теории относительности. Вообще физик и наблюдатель играют, вообще говоря, важную роль. Но я сейчас буду не о физике говорить, я буду говорить о кибернетике. Вот, близко, значит, и так называемая кибернетика второго порядка. Кибернетика второго порядка, как раз это вот фон Фёрстер и так далее, значит, Бейтсон, вот эти люди, они придумали, значит, кибернетика второго порядка – это кибернетика с наблюдателем. То есть она фокусируется, я буду слово фокусировка, значит, здесь говорить, фокусируется на самом процессе наблюдения. Вот здесь важно, что наблюдатель для меня – это процесс. Процесс наблюдения. Вот мы фокусируемся на нем. И, значит, дальше, значит, здесь я вот, надеюсь, значит, здесь быть понятным, значит, очень важное значение для меня играет, значит, концепция, вот такой был английский математик, философ и так далее, Спенсер Браун, эзотерик, вот, если угодно. Он, значит, написал в 69-м году такую книжечку небольшую, она до сих пор называется, значит, «Законы формы». Так вот, значит, у него максимум, я кратко скажу, чтобы наблюдать, надо провести различия. Он придумал значок вот такой, вот такая, кочерозик, значит, это очень важно, значит, наблюдатель для него, обратите внимание, это кольцевой процесс. Это синергетический, значит, нужно произвести действие, развлечение. И в этом развлечении, значит, возникает граница, и в этом развлечении возникает знак. Значит, он знак, вот этот Марк, значит, и, значит, вот этот акт развлечения, он для меня центральный. Вот этот акт развлечения есть и одновременно для меня акт наблюдения. Значит, существовать, значит, и различать. Вот очень важный момент. Развлечение – это граница. И здесь граница между… Я трактую вот этого наблюдателя очень широко в этом смысле. Наблюдатель – это измерение и так далее. Наблюдатель – это контакт. Наблюдение – это процесс контакта. Вот я повторяю, для меня очень важно вот это процессуальное мышление, чтобы понять, что это некий процесс. И процесс этот кибернетический. То есть я действую, наблюдаю и осознаю. Вот это твое, значит, Хасай, любимое, как я здесь резонирую, это осознаваемое действие, действие контакта. Причем здесь очень важный момент. Значит, это контакт меня самим с собой, но одновременно это не аутичный контакт. Я должен осознавать контакт самим с собой, удерживая свою, значит, ту среду, в которой я нахожусь. Вот смотри, вот это развлечение, то есть наблюдатель мой, он должен существовать как бы на границе. Но это граница динамика, он ее как бы пересекает, он челночный, он двигается, понимаешь, он должен чувствовать границу, выходить за нее и обратно, обратно к себе и к тому, что называется другому. Поэтому для меня наблюдатель, это обязательно, я контактирую самим с собой, но одновременно не аутичный, потому что я не вырываю себя из среды. Здесь очень важный момент, что я нахожусь, значит, находиться в контакте с собой, это значит одновременно быть в контакте с другим. Ну вот такая вот, значит, то есть что такое наблюдение, я суммирую. Наблюдение для меня это, прежде всего, это прикосновение, касание, то есть что значит процесс, чтобы наблюдать, надо коснуться, надо коснуться, провести динамическое действие, осознанное действие, надо прикоснуться к себе. Вот я так вижу твою идеомоторику и так далее, надо прикоснуться к себе, надо войти в контакт с самим собой и наблюдать за этим контактом, сфокусироваться. Это, здесь идея фокусировки очень важна, фокусироваться, осознанно сфокусироваться вот на этом, то, что называется самонаблюдением. Но самое еще раз я подчеркиваю, чтобы здесь, значит, самонаблюдение не выразилось там нарциссизма, эгоизм и так далее, и так далее. Это самонаблюдение предполагает, где же вот хитрость состоит в том, трансграничное, что это самонаблюдение одновременно должно меня связывать с окружающей меня средой, то есть прежде всего с людьми. Поэтому наблюдатель, я вот суммирую и закончу на этом, значит, наблюдатель это активный, такая кибер, да, еще один раз по поводу Геральдики. Вот это, значит, вот этот контакт со средой для меня, значит, вот это касание, значит, это порождает знак. Вот это очень важно, что это, значит, вот это вот тут Геральдика, то есть, и у меня есть вот там такая австралийская есть, Инна Семецкая, она по-русски пишет, значит, то есть вот эти символы, значит, согласно Пирсу, знаки есть, индексы, иконы, символы. И вот эти вот символы, символы, очень важный момент, значит, то есть наш продукт, вот эта память, это наше взаимодействие, наблюдение, оно порождает знаки. Но эти знаки мы как таковые, они как бы уплывают, они, значит, в молчаливые знания превращаются. Поэтому я, значит, чтобы быть понятым, почему очень трудно сосредоточиться над знакомым, я читаю, например, сейчас шрифт, я буквы-то вроде не вижу, но я вижу смысл, я читаю, я, значит, в этом процессе порождаются смыслы, но, значит, буквы вроде, но если буквы убрать, то я, значит, не буду ничего читать, понимаешь, вот эти, то есть они должны быть и не быть, они где-то там погружаются, значит, боковое зрение. Но они очень важны, вот это очень важно понимать. И также и знаки важны. И вот Геральдика, я, значит, здесь солидарен, действительно, значит, вот эта школа человечности действительно должна иметь свою Геральдику, свою символику, как символ, значит, вот то, что ты говоришь, взлет, вот твоя символика, я присоединяюсь с ней. Но это одновременно и соприкосновение с самим собой. Вот, значит, ну, надеюсь, я тут немножко не запомню. То есть это циклический такой вот круговой процесс. Все, я на этом замолкаю. Спасибо тебе, Владимир Иванович. Я хочу одну вещь тонкую сказать. Для всех, которые вот впервые столкнулись с нашей беседой о наблюдателе, потому что у нас много новичков в школе, ты знаешь, у нас уже 183 тысячи подписчиков в Ютубе только, которые смотрят, не считая групп там по сетям и так далее. Так дело в том, что многих это интересует. И вот позиция наблюдателя, вот здесь я усматриваю в том, что ты рассказываешь, очень тонкую грань. Я хочу задать вопрос. Есть мир объективный. Объективный мир, который существует по своим законам. Есть человек, как субъект. Вот этот субъект, когда наблюдает объективный мир, ты имеешь в виду, что он не просто его созерцает безучастно, но уже своим процессом наблюдения уже вмешивается в него, да? Он его, да. Тут все хитрость стоит в том, что, понимаешь, уж так, если широко. Ведь этот субъект, вот ты говоришь, там объективный мир, он как бы возникает, он создается. Он конструируется, с одной стороны. Но уже вся хитрость состоит в том, что, значит, мы здесь, чтобы не было вот этого... То есть наблюдатель мой, он помещен. Он находится здесь в очень важной позиции, что мы не можем находиться... У нас надо отказаться от этой люди, что мы можем находиться извне, как с точки зрения Бога и вообще смотреть. Поэтому нужно находиться как бы внутри и быть деятельным внутри. Чтобы наблюдать, нужно действовать. Я понимаю, вот когда ученый, например, берет и делает эксперимент, он изучает природу, он, например, берет ради, там включает что-то, рентгеновские снимки засвечивает и так далее. Эту активность я понять могу. Ты говоришь о какой активности? Когда он воспринимает что-то, как бы, и одновременно его восприятие наблюдательное, когда фокусируется на чем-то, уже может повлиять на течение, ход процесса, да? Нет, когда он создал, он, понимаешь, тут может он повлиять, он приготавливает. Дело в том, что, значит, тут хитрость вот такая. Действительно, он создает условия, условия для контакта. Вот это, что такое эксперимент? Это искусственные, там создается условия, так сказать, вот как мы с электронами общаемся, вот там, как физик. Там всякие приборы и так далее. Мы контактируем с этими электронами, условно, я говорю, да? И как бы их приручаем. То есть мы, эти электроны, которые мы, значит, вот с ними, это, значит, это электроны, которыми мы там управляем, наблюдаем и так далее, и так далее, и так далее. То есть это, мы создаем вот эту объективную реальность, она, как бы, поточнее сказать, она и искусственная, и естественная, она на стыке создается. То есть мы не можем туда скатнуть, в этот объективный мир, просто так. Я понимаю, я хочу сказать, что, естественно, что без эксперимента нет соприкосновения с объективной реальностью, и именно эксперимент является научным инструментом. Да, да, да. Для того, чтобы понять, правильно человек думает или неправильно думает, он проверяет эксперимент. Так вот вопрос. Дело в том, что тонкость заключается здесь в том, что сейчас вот очень развито эзотерическое понимание вещей. Когда сваливают в эту эзотерику все правильное и неправильное, все познанное и непознанное в одну кучу. И вот здесь есть опасность. Потому что, например, некоторые люди, которые очень заняты вот этим эзотерическим метафизическим мышлением, не диалектическим, а метафизическим, которые не пытаются понять, а пытаются для диалектика, значит, как я понимаю, какой-то факт – это причина вопроса. А для этого метафизика факт какой-то – это уже доказательство, что он прав. Ты понимаешь, что эти цары чувствуют для школы. Дело в том, что метафизика разная. У нас ее в диалектике ругают, что метафизика – это что-то неподвижное и так далее. Можно метафизику наделить позитивным смыслом. И насчет эзотерики, то, что ты сказал. Да, действительно, так сказать, вот эта эзотерика может… Тут тонкость, опять же, значит, состоит в том, что вот это, значит, то, что я говорю, значит, называется попригожным – возрожденное очарование природы. Мы обратно… Раньше говорили, что наука расколдовывает мир, она его лишает тайны, снимает с него одежды, познает истину. А мы теперь должны отнестись к природе, значит, как партнеры. И как партнеры, и для нас вот это внешнее, как… Ну, это человек понимающий, восторгается. Да, 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 именно так вот. Ну, конечно. Эмпатичный, эмпатичный. Такой математик может сходить с ума от радости и гордости, когда восхищение, когда он хорошо решил теорию. Да, конечно, конечно. Как музыкант, когда он сделал хорошее произведение. Да, 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 именно так. А в данности зависит. Я говорю немножко о другом. Дело в том, что существуют эзотерики, которые твою фразу о том, что человек не просто наблюдатель, а уже процессом фокусировки внимания уже вмешивается в мир, могут сразу интерпретировать, как есть телепатия, например, телекинез, например, то, что говорила Роза Кулешова, что она была кожное зрение, что можно, не прикасаясь, двигать предметы, что я, например, или он, или кто-то может связываться с Альфа Центаврой и передавать туда информацию. Вот что происходит. Нарушение цитики происходит. Да, 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 я согласен, согласен. Потому что с этими людьми, которые Роза Кулешова изучал, и академик Басин, и академик Лурья, я с ними лично беседовал, и они сказали, что этого нет. Конечно, конечно. Они были под впечатлением, что нет никакого кожного зрения, что нет никакой телепатии. Эту телепатию можно обсуждать миллионы лет, потому что это как вера, понимаешь? Кто-то верит, кто-то не верит, потому что под всякой телепатией можно найти и за, и против. Ну, это такая история, как верить, что Земля квадратная или круглая. Ну, конечно, конечно, конечно. Как говорил покойный Климантович, любил Робина Тагора цитировать, если мы закроем дверь заблуждению, то как к нам придет истина? Здесь, в общем, хитрый вопрос. Да, действительно, заблуждение в познании, и эзотерика, конечно, это тоже заблуждение человеческого разума. Ну, я имею в виду, честно, я не имею в виду этих самых, значит, ну, понятно, так сказать, фокусных. Я имею в виду, слабостью науки является то, что недоказанные пока истины, автоматически отрицаются. Вот это слабость науки. Понимаешь, наука и гипотезы. Наука, многие говорят о том, ведь наука это у Панкарейс, наука и гипотезы. Дело в том, что, значит, понимаешь, как ни странно, значит, даже вот эта эзотерика и прочее может служить источником каких-то плодотворных гипотез. Дело в том, что наука... Конечно, они гипотезы, потом эксперимент, проверка. Да, потом проверка, да. Вообще наука, это история науки, это кладбище гипотез. 99%, так сказать, они умирают. Я с этим абсолютно согласен. Просто вот в той тонкой грани, когда ты говоришь, позиция наблюдателя, что когда ты говоришь о микроуровне, когда человек наблюдает за поведением электронов, там, фотонов и так далее, что он уже этим как бы их приручает, он как бы уже находится в той пограничной зоне, когда его манипуляции, которые он производит с ними, уже как бы адаптирует их к его манипуляциям. То есть, по существу, он уже меняет эту ситуацию. И там происходит объект изучения, и субъект, который изучает этот объект, они сливаются. Они сливаются, как ты сказал, и поэтому там, вот там надо различить, где они сливаются на самом деле. Да, да, да. А где в это поле для всяких фантазий, для этих телепанкций. Ну, дорогой мой, в этом корень проблемы. Тут ты меняешь, вот ты говоришь, мы познаем окружающий мир, его конструируем, а мы его открываем, и одновременно конструируем, открываем. Но мы меняем и самих себя в этом познаем. Ты тогда просто скажи, ты в телепатию веришь или нет? Нет, но я знаю, что модели есть. Я квантовый механик, я все-таки физик. Понимаешь, в чем дело? Дело в том, что вот это, значит, я верю в Карла Юнга, который говорит о синхронизации, который с Паулем работал, что есть действительно в мире вот эта синхронистичность, есть какие-то совпадающие, значит, события в мире. Да, это бывает. Уважаемые друзья, коллеги, можно вам обоим вопрос задать? Да. Пожалуйста, если бы вы были помоложе, оба в философский пароход поместили бы, нет? Какой философский пароход? Отправили. А? А у меня философский пароход. Я тебе скажу, Коленька, я тебе скажу. Ты не представляешь, сколько часов, месяцев и лет я посвятил изучению гипноза, телепатии, кожного зрения. Я гипнотизировал детишек, которые приходили ко мне. Ну, они с удовольствием приходили. Доктор Магмедович, я вам напомню, философский пароход, это те дети, Я понял, когда их всех отправили. Которых отправили. Отправили за рубеж. Их, мягко выражаясь, не казнить, но их, вежливо, мягко выражаясь, запределить. Я понял, понял, о чем речь. Просто я не хотел бы в эту политику сейчас углубляться. А я вас спросил, вы были бы помоложе, вы там против советской власти или советской власти? Задаю вопрос. Да у советской власти разные периоды были. Молодец. Ну, разные периоды. Вы от вопроса-то не уходите? Я не ухожу, но нельзя же. Ну, он просто неоднозначный, конечно. Вопрос в такой форме. Или против. А курсы или против? Или советы советской власти. А курсы люблю есть, а так вообще не очень. Ну, подождите, я начал... Ладно, я раз уж разбудили во мне, я только кратко не буду тратить. Что за тебя скажу? Я занимался кожей среди, гнозом, патри. Я проверял, я делал эксперименты. Да там и занимался. Это все шутка. Это все шутка. Я... Мы с вами договаривались о временном регламенте. Да. Я понял потом, что ничего этого не существует. Гипноз существует. Мы с вами договаривались о временном регламенте. Само регуляции существует. Вот когда ты говорил вначале, что самонаблюдение и наблюдение, вот самонаблюдение влияет на человека. Человек может с помощью самонаблюдения, фиксируя внимание на себе, получить различные феномены. Изменяемые какие-то процессы получить. Это и саморегуляция управляемая. Ну, вот так вот, чтобы он мог влиять, например, на кирпич. Кирпич лежит на столе. Сорокин смотрит на кирпич. И от того, что Сорокин смотрит на кирпич, кирпич вдруг начал расплавляться. Вот такого не бывает. Хоть на голове стоит. Но опять можно смотреть на кирпич и задаться вопросом. Зато я могу... Зато я могу продать. Колик, как бы ты на него не смотрел. Хоть так, хоть так, хоть так. Нет, нет, нет. Зато я могу продать кирпич. Вот так. Ну, это другое дело. И вот те люди, которые просто под телевизором были, когда вот этот Чумак делал вот эти движения, и им кремы заряжал, и воду делал святой там и так далее, он не крем заряжал, он их заряжал. Они смотрят телевизор, под впечатление попадает, потом смотрят эту водичку, она им кажется уже солененькой. И они выздоравливают. Никакой телепатии не. Потом, можно я один раз больше не буду, время действительно. Вы смотрите на кирпич, а допустим, вдруг вы узнаете, что это кирпич из Кремлевской стены. Вы будете как? Это кирпич уже будет для вас другим. Заметьте. Не, не, но при чем тут это, я не понимаю. Нет, но он говорит, что кирпич. Я не могу просто на кирпич. Кирпич, так сказать, это не просто вот то, что я воспринимаю. Он или как картина, или как это. Я говорю, что вдруг этот кирпич, значит, из Кремлевской стены. Вы посмотрите, вы уже... Мы о другом говорим. Мы говорим о том, когда Коля будет смотреть на кирпич, как бы он на него смотрел, с нежностью, без нежности, сердитый, несердитый, кирпич от этого никак не поменяется. Поменяется, я на него лазер наведу. Так это же не смотреть же лазер наведу. Это физическое воздействие. Я об этом даже не догадаюсь. Вот. Таким образом, отличаем физические воздействия со средой наблюдения, объектом наблюдения, и психологические воздействия, которым очень большую роль играет вот этот вот вопросительный знак. Наблюдение за объектом нас меняет. Нас меняет, потому что мы развиваемся, как алхимики, когда мы делаем какое-то действие, получаем результат, мы тоже растем. Но при этом меняется ли сам объект? От того, что мы изучаем звезды, в этот момент звезды меняются или нет, я считаю, что нет. Иначе мир вообще давно развалился бы. И, как говорил, в сумме технологий, если бы телепатия существовала, язык бы у человека не сформировался. Сказали, Магмедович, у нас мероприятие состоит из двух частей. Вы нарушаете регламент. Хорошо, хорошо, хорошо. Давайте, да. Да. Владимир Иванович, но с одним условием, что мы еще раз повторим потом встречу. Да, Ого, я согласен. Наблюдатели, потому что, во-первых, я должен обязательно показать картину и участник события, и его свидетели, которые многие знают, а многие не знают. Да, 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 отличная картина. Ну вот. Это наблюдатели, видишь? Да, я вижу. А там участвуют события, одновременно сама в себе. Да, да, да. Владимир Иванович, у меня к вам просьба. У нас сейчас практическая часть. Будем говорить об атрибутике, символике, брендинге нашей корпоративной научной школы Хаса Алиева. И просим вас выступить в качестве наблюдателя, эксперта, критика, послушать нас. Я послушаю обязательно. Я же вам говорил про символы. Для меня символы Геральдика – это символическая часть, это очень важный момент. Вот давайте в качестве эксперта… Я буду эксперт, я буду по малке, не буду лизать. Мы тут поруслуждаем и кое-что покажем, а по итогам вам предлагаем тоже выступить. Давайте, давайте, давайте. Спасибо. Я так и буду себя вести. Ну что, приступаем? Да, да, да. Владимир Иванович, ты посмотри, с какой любовью сейчас Сорокин наш будет руководить процессом. Как он это любит. Посмотри, посмотри. Давай, поехали. Уважаемый Хасан Магомедович, по вашей просьбе, мы поработали с Костей где-то около часа, и вот эти наши заготовки как бы по бренингу удалось формализировать в красочном виде. Костя, включи демонстрацию экрана. Ага. А у нас Костя такой чудесный изобретатель. Он тогда создал пояс мечты. Он создал все эти логотипы, которые у нас. Я хочу показать. Костя, развлечил демонстрацию экрана. Что он сделал для школы, видишь? Для школы человек будущего, Homo Futurus, он сделал вот этот логотип. Ладно, давайте я выступаю. Вы, Хасан Магомедович, нас тоже не прерывайте. Пока вы слушаете. Я здесь пишу, что демонстрация экрана участников. Нужно включить демонстрацию организатора. Нет, в данном случае демонстрацию экрана мы не видим, твой экран. Где это? Я сейчас нажимаю демонстрацию. Вот, все. Так. Сейчас теперь есть. И мы с тобой как бы вдовоем. Сперва я выступаю, потом ты меня будешь дополнять. Договорились? Значит, мы с Константином Михайловым из Великого Ростова, это Ярославская область, всего-навсего 200 километров от Москвы. Я с ним недавно познакомился, благодаря Хасану Магомедовичу, хотя мы в эфире и в научной школе уже как бы там третий год вместе. То есть я третий год сам лично в этой школе. И мы поработали над символикой. У нас есть прекрасная символика, покажи ее, пожалуйста, которая научная школа Homo Futuris, Человек будущего. Значит, Человек будущего, это Человек космический, точнее вот давай так, Человек творческий, Человек ноосферный, Человек интегральный, Человек космический. Давайте слово космический поставим это. И вот этот звездный Человек, вот звезда, где сердце звезда, и он на синем фоне, это Вселенная и прочее, вот голова, вот как говорится руки, вот он летит, понимаешь, в пространстве. Я, насколько понял, вот эту саму фигурку прочее, как художник Хасай Магомедович в свое время собственноручно сделал, но оформил вот это Homo Futuris, прочее. Пять лет с лишним создавали, это вообще ужас. То есть это уже утвержденный, нормальный бренд научной школы Homo Futuris, Человек будущего, Хасай Алиева. Значит, ну тут я хотел бы добавить еще, это реверанс Владимира Ивановича Аршинову, что человек творческий, это там не просто философ, а именно, вот поработать со словами, это мыслитель, это древнее русское название инженера, размысел, тоже корень мысль, смыслы, тоже корень мысль, от замысла до промысла, то есть в данном случае мыслитель. Ну и поскольку философ это мыслитель, а познавательная деятельность еще корень знать, познавательная деятельность, то есть он еще знаток, знать, а у нас знать, элиты, аристократия, это одно и то же, то есть, ну, знать это в первую очередь в интеллектуальном смысле этого слова. Значит, и вот здесь мы как раз предлагаем, что наша школа как бы творческая, прочая, и всю эту геральдику мы можем расписать много и подробно. Но мы решили для методологии инструментария ключ, сделать дополнительный символ, и вот этот символ, значит, зашифровали имя Хасай Магомед Шалиева. Ну, букву М мы не стали изображать, но вот этот символ, два ключа, это означает буква Х, Хасай, ну, АА, Али. АНОЛЬ – это нулевое состояние. Да, да, это нулевое состояние. Ну, тут это своего рода, как корона, потому что буква А первая, буква в алфавите, АЛЬФА и ОМЕГА, во всех алфавитах буква А первая. И МАЛЬФА МЕЛЬЯ, да? Да, и Алиев, да. Значит, эти ключи похожи на знамя, стяг, и получается, вот, когда мы соединяем вот эти, ну, назовем, два бренда, два баннера вместе, получается единый баннер, который символизирует эта часть методологии инструментарий, ключ, и зашифровано имя Хасая Алиева, а эта часть научной школы Homo Futurist, Человек будущего. Теперь показываем дальше следующие эти, это, как мы с этим можем работать дальше? То есть, ну, мы не успели красоту оформить. Регион, вот это увеличьте, пожалуйста, вот это увеличьте. Я на секунду. Слушай, у Костика там, у Михайлова в Ростове-Великом наше представительство школы, да, наушники? вот давайте не перебивайте. Представительство, может быть, в Самаре, может быть, в Махачкале, там, Олена там может быть, мы с ним показали, что вот на примере Ростова-Великого, вот Ростов-Великий, вот здесь должна быть региональная и функциональная особенность, брендинг, может быть, колокола какого-нибудь знаменитого храма или какое-нибудь озеро знаменитое брендовое. То есть, это пространство для красоты региональной. Поздравляю, Костю, поздравляю. И получается, Ростов-Великий, представитель научной школы Хаса Алиева, Центр саморегуляции, значит, методологии ключ МК, руководитель Константин Михайлов. И с двух сторон обрамляет наша символика. Это методология ключ, это методология научной школы. Понятно, что региональное представительство подчинено и имеет полномочия от московского центра Хаса Алиева. Пошли дальше. Так, следующее. Это баннеры для онлайн. В данном случае, допустим, мы проводим какой-то конгресс. Значит, а давай сперва покажем это вот региональное, там два баннера. У тебя есть еще. Я просто, ну, мне не видно, как вам видно. Ну ладно. Так вот, нормально. Стресс-конгресс это очень здорово, очень здорово звучит. Стресс-конгресс. Допустим, теоретически мы решили провести в ноябре месяце, ну, такие-то числа, это условные числа, конечно. Просто 10 ноября 22-го года, это День науки, День молодежи, вот город Москва. Стресс-конгресс научной школы Хаса Алиева. И может быть очная форма там, в университете, библиотеке, там не важно, где это. Очная. Но Хаса Алиев, ну, по особым условиям, прочее, может работать только с хоум-студией, домашней студией. Такие особенности у нас в процессе. И поэтому у нас будет, может быть, как бы, очная встреча, а вот второй бренд покажи для онлайн-встречи, и одновременно этот же форум проходит в онлайн. Стресс-конгресс научной школы Хаса Алиева. То есть, в данном случае Хаса Алиев находится в домашней студии, но он руководитель процесса выступает с большого экрана. Правильно? Да. Ты как смотри, зорко смотришь, прямо... А вот это все, это растяжка. То есть, вот на любом конгрессе, в большом зале или на улице, значит, в начале растяжки символика методологии ключ Хаса Алиев, научная школа Хаса Алиева, Home Futurist, и... А тут текстовка, она может быть разная. А середину заполнять уже можно по... Текстовкой. Интересно. Для Махачкана, для Ростова, для Ярославля, для Самары, ну, кому угодно. Теперь покажи местное, допустим, твоя работа с аудиторией. Вот этот, последний. Где вертикально были эти? Так, сейчас. Два вертикально и твоя работа с аудиторией. Да, вот это, ага. Крупно сделай. Сейчас сделаю. Теперь. Допустим, допустим, Константин Михайлов в Ярославской области и в своем родном городе, Ростове-Великими, решил подготовить онлайн-конгресс, лекцию Хаса Алиева для жителей города Ростова, Великого и Ярославской области. Администратором, как бы, и модератором всего это является Константин Михайлов. И зависит, от какой аудитории он приготовил. То ли для школьников и их родителей, то ли студентов и преподавателей, то ли для людей, страдающих, как бы, там, заболеваниями и прочее, находящих в особом, как бы, болезненном состоянии и за стрессом. То ли для работников МЧС и прочее. Значит, ну, все зависит от аудитории. Значит, но в данном случае аудиторию собирает Константин Михаев, и он знает, кого, чего, как говорится, здесь очное и заочное участие. То есть, ну, аудитория, она может варьироваться. И получается у нас вот эти, назовем, два баннера, мы ставим уже вертикально, то есть, звездный человек и Хасай Алиев, как говорится, методология ключ, вот таким образом. То есть, Хасай Магнитич, вам понятна вот такая красота? Конечно, я очень рад за Константина, потому что Константин у нас получается по многим вещам изобретатель. Вот, посмотри. Давай так. Очень здорово, и как вы с ним совпали, вот интересно. Нет, автономитесь. Остан, я тебе хотел... Наш Сорокин, такой активный участник... Станин Магнитич, давайте так. Он... Это моя специализация. Вы знаете, филология, атрибутика, и я работал, извините, на международном уровне. Я президент, учредитель сетевого альянса университета лектории Евразийского международного Меделяевского проекта «Праздники науки». Я с десятками академий, с десятками университетов такую работу провожу уже пару десятков лет. Кольников, у нас простых людей в школе не бывает. Так вот, в данном случае, поскольку разговор идет о развитии научной школы Хаса Алиева как корпорации, то есть, я президент Международной академии корпоративного управления, мы с Константином, меня Константин полностью поддержал, начали работать над символикой, атрибутикой, и вся эта символика контрибутика, она может быть на баннерах, баннерет, она может быть на футболках, на кепках и прочее, она может быть на значках и прочее, она может быть на книгах, которые вы издаете, то есть, получается, допустим, сегодня на книгах вот это «Звездный человек», он уже истет. А мы теперь предлагаем, вот есть понятие зонтичные, опорные и сетевые бренды, мы предлагаем дополнять вот этот баннер, логотип, это ваш персональный бренд, это вы можете, извините, себе печатку сделать, ну, печатка, которая носится на руке, на пальцах, значит, и это как ваша тамга, понимаете, личная, Хаса Али, методологий ключ. Ты посмотри, ну, я тогда могу сказать, что как по-никлоу, меня девушки не любят, да. Буду носить эту печатку, так сказать, на перстне, теперь, может быть, и шансы появятся. Но печатка лучше, как говорится, серебряная, серебро самбо разместил, даже лучше золото. Так что, ну, в крайнем случае платина. Понятно, понятно, так. Значит... Слушай, Коля, я просто поражаюсь всегда твоей творческой активностью. Ты такой прямо глубокий человек, и прямо видишь, за один вечер ты там разрабатываешь такие вещи. Правда, Константин... На самом-то деле, я это разработал давно, но адаптировать к вашей школе нужны были помощники. мы с моим как бы помощником Светраной вот наработали вот эту символику по вашей просьбе. как для... Стресс-конгресс это здорово, это вообще здорово. И получается у нас вот такой онлайн-стресс-конгресс, индустрия встречи гостеприимства научной школы Хасая Алиева. То есть, понятно, что много психологов, много методик, но вот эта персонификация, как бы привязка к определенному имени и как бы вот эту первенство, приоритету у нашей школы есть свои особенности. И как бы автор вот этих многих-многих методологических разработок ключевой автор Хасая Алиев. Но вместе с ним работают сотни и сотни даже тысячи людей, которые в Содружестве уже десятки лет работают. И на самом деле в международном плане, я насколько знаю, понимаю, уже ну там почти 150 тысяч по-моему этих подписчиков у нас, да? Сколько? Подписчиковые годы, годы работы. У меня же и в Канаде работаю, и в Нью-Йорке. Вы реально, ну извините, все мировые корпорации управляются брендами. И поэтому вот эта тема управления брендом, это моя специализация, но мы с Костей будем как бы вместе работать в этом плане. Костя, теперь Сорокин от тебя не отстанет. Я только рад помогать, конечно. Да. Так, так, Константин, я передаю тебе слово, потому что вот твое мнение, как ты будешь оформлять, допустим, свою региональную работу, какие рисунки туда поместишь, достопримечательности твоей области, твоего города, там реки, озера и так далее. Друзья, я просто на секундочку, у меня в 10 новый зум будет, так что вы меня, извините, я до 10 могу. А тогда давайте вам два слова, если вы нас слушали, два слова, это, вам два слова. Нет, у меня два слова, все замечательно, здорово, я впечатлен, единственное, знаете, у меня, ну, просто как конкретно, ключ, вот эта идея ключа, я понимаю, что, извиняюсь за дурацкие, хорошо бы где-то замок, ключ. А, извините, не замок, а дверь, а ключ может быть музыкальный, ключ может быть родник, бьющий из земли. Да, 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 много знать, да, согласен, ну, обычно ключ к чему-то, ключ, он что-то открывает, да, да, он что-то открывает, да. А у нас много ключей, перебора, но он символизирует, вот эти два ключа в виде буквы Х, это Хасай Алиев, это я уловил, да, это все сугестивно, сугестивно, управление брендом, я все это схватил. Не, я просто дополнение, мне тут, честно говоря, я не специалист, но, все это очень интересно впечатляет, я, ну, я сейчас послушаю Константина, ну, вот, извините, просто действительно, мне, ну, в 10-10-5, я уже тут опечатал. Костя, вам слово, спасибо. В принципе, Николай уже все сказал, я воплотил то, что вот он хотел, а здесь конкретно уже по региональным, мне кажется, это уже, ну, вот конкретно, когда уже что-то будет делаться, это, ну, здесь что угодно можно добавить. И Константин, тогда получается, ты будешь примером, как представители нашей научной школы в Берлине, в Махачкале, в Самаре, в Пензе, в Рязани, могут вот для себя уже это, рисовать свою региональную специфику, правильно? По согласованию, так, чтобы человек просто взял, где-то он живет, где-то... А вот это согласование, вот эти два бренда по краям, они его обязывают согласовать? Не, не, ну, конечно, я имею в виду, что человек случайный, сейчас заходит, смотрит наше видеоролик, и говорит, о, как здорово, я живу в Казани, например, или в Кишиневе, или в Бомбее, о, как здорово, сейчас создам здесь региональное отделение, напечатает себе вот нашу символику и будет там входить от нашего... Дмитрий Магомедович, так же нельзя... В данном случае, без согласования с вами, как руководителем научной школы, никто не имеет права такое создавать. Почему бы я это сказал? Потому что приличные люди это понимают. Ну, люди же разные бывают. Это система защиты авторских прав, интеллектуальной собственности участников научной школы «Гомфутурис» «Человек будущего» Хасай Алиев. Независимо от страны, города... На самом деле, тут защищается не только ваша творческая работа как лидера, организатора и координатора, но и других участников, которые работают в этом пространстве вместе с вами, сотворчиво вместе с вами в лаборатории научной. Ну, конечно, мы так и книги пишем, у нас же Константин Михайлов является автором некоторых приемов, которые он создал, которые в наших книгах. Конечно, у нас же там все участники авторы своих... Есть понятие корпоративный университет. Именно. Конечно, мы же так делаем книги. А как же? Есть понятие корпоративный университет, корпоративное образование, есть понятие сетевая академия. И вот мы должны стать действительно цифровой академией, сетевой академией, значит, и наладить свое корпоративное образование, и наладить собственную защиту своих авторских прав интеллектуальной собственности. И получается, и вот эти статусы и прочее, как бы, и создание региональных представительств, функциональных представительств, понятие Конгресс, это понятие широкое, понятие Конгресс-нустрии, встречи, гостеприимства, наука, образование, практика, понятие широкое, и поэтому внутри Конгресса могут быть десятки конференций, презентаций, мастер-классов и так далее, и так далее. То есть, ну, понимаете. Короче говоря, то, чем мы уже занимаемся, сейчас будет в оформленном виде. Да, да, да. То есть, ну, ключевая тема, мы вошли в тему через управление стрессом, поскольку я биолог, физиолог, и моя, как бы, дипломная работа была эмоциональный стресс у студентов во время экзамена, вкусная письменная форма, кардиограмма, частота сердечной деятельности и прочее, то я стрессом занимался короткое время, профессионально, ну, и достиг определенных, как бы, там, знаний и умений. Но потом я ушел в другие области, но когда я с вами встретился, во мне, как бы, вот это возродилось и захотелось вас поддержать. Холенька, вот ты тогда ответь мне на вопрос, почему раньше мужики брились и были такие, ну, инженеры, физики, химики, педагоги, директора, министры, все побритые были. Так, так. А через некоторое время они стали бороду отпускать. Так. Ну, Константин Михайлов, понятно, у него борода, а ты-то, ты-то дашь человек, я имею в виду, ближе к нам по эпохе, а ты-то чего бороду отпустишь? Я лентяй, я лентяй, и поэтому два раза в месяц парикмахерскую, это идеально, чем шкрябаться каждый день. Я, извините, вышел на пенсию, чего на цену издеваться буду? Сейчас все лысые, но с бородами. Да, да, да. Раньше были все с волосами, но бобритые. Нет, и еще, мои вот кумиры в науке, Циолковский, Вернадский, Менделес, знаменитый Вернадский, Владимир Владимирович, большинство бородатые, Павлов знаменитый. Так он же в той эпохе жил, ну извините. А если они мои кумиры, куда деваться? В том, что интеллигенция тогда носила такие бороды, они не такие бороды были, они были такие аккуратненькие. А извините, в данном случае вы понимаете, что... А сейчас я смотрю, парень... Борода, это силу мужественности, а безбородые, это были католики и евнухи. Это же не евнух, но тоже безбородые. А извините, а вы прозападный человек, мода запада пришла, как Петр начал, ну куда деваться? А вот я это поставил. Правильно, я же из Махачкалы, а Махачкала раньше назывался Порт Петровск. Петр же создал Махачкалу. Да, да, да. Ох ты, интересно как, да. Ну да, он на берегу Каспийского моря. Ну ладно, давайте, мы вас уважаем. С другой стороны моря, с другой стороны горы Таркитау. И там, кстати говоря, Тарковские, Тарковские жили. Мы вас любим, уважаем и без бороды, понимаете? Потому что... А я тебя люблю, уважаю с бородой. А вот у нас философ главный, он и без бороды, и без волос. Я подумаю теперь, да, да, да. Борода посетили. Я задумался над этой тоже проблемой, да, да. Слушай, лучше не задумывайся. Эту проблему решить невозможно. Эту проблему решает мода. Владимир Ильич Ленин, Кармар, Энгельс, там много у нас бородатов. Если вы... Таких же безбородых много было. Я понимаю, понимаю, но... Это зависит от моды, это зависит от того, хочет человек показаться свободным или не свободным. Я помню, когда в СССР у нас было СССР, у нас матом любила интеллигенция ругаться. Даже женщины. Почему? Профессора. Вот сидишь на кухне, а она матом ругается. Позволяет, потому что этим она демонстрирует, что она свободный человек. Якобы. на самом деле зависит от профессии. Биологи, геологи, а я биолог. Извините, полгода экспедиции. Что там, брызгаться, что ли, каждый день? Зачем? Наоборот... Ты не оправдывайся. Как говорится, партия экспедиция, приезжаешь, и вот, ну, когда там на люди показаться, вот... Ты не оправдывайся. Это ты сделал для того, чтобы девушки на тебя смотрели и понимали, что ты мужчина. а иначе они не могут понять. Потому что ленивые. Девушки, я тебе скажу, у них... Очень интересно, я убежаю. Сразу понять, кто мужчина, кто нет, независимо от бороды. Ладно. Вот, извините, как мы ушли от атрибутики, символики... Специально... Борода – это тоже атрибутика и символика. Ну, чего же вы говорите? Правильно, правильно, да. Давайте попрощаемся, потому что им интересно смотреть. Да, было интересно. Ну, я надеюсь, мы еще встретимся, да. Мы договоримся об этом. Владимир Иванович, я бы хотел вот эту систему координат, именно мыслитель, размысел, вот развитие творческого, как бы составляющие нашей школы холм-футурист с вашей помощью развивать. Окей, я согласен, согласен. Слушай, я хочу сказать, именно Аршинов познакомил меня тогда с директором Института философии Степина. И именно Степин тогда был главным рецензентом у нас книги «Защита от стресса. Как сохранить и реализовать себя в современных условиях» в 96-м году. Да, да, да. «Защита от стресса». Я даже ее покажу. И тут вот фамилия как раз директор Института философии. Вот наоборот. Да, да, да. Вот наоборот и степень, да. И второй, значит, у нас здесь был академик Морозов, директор Института Севского, с которым мы много лет дружили. Так, потом, значит, у нас здесь был еще академик космонавтики Забродин. Да. Вот. Как здорово, Володя, когда ты со степенью... Морозов, я хочу обратить внимание. У меня в центре на Таганке и я вдруг был поражен колоссу. Ты представляешь, человек, который понимает. Вот я разговариваю, он понимает. Вот это, знаешь, как было здорово вообще. Морозов, я хочу обратить внимание. Вот у нас сегодня в аудитории три пенсионера и вот только один молодой как бы и перспективный. И поэтому давайте вот все внимание молодежи, потому что если не будет связи, преемственности, наследия эстафеты поколений, то грош нам цена. Все, Константин, я, с сожалению, надеюсь встретим. Все, все. Давайте, друзья, я вас обнимаю. Я вас обнимаю. Я вам очень благодарен. Очень благодарен. Владимир Иванович, как ты заметил, теперь Сорокин решил меня сделать памятником. И мое имя, и мою фамилию. Не памятником, а брендом. Брендом. Брендом, да. Все, все. А то у меня уже... Обнимаю. Всего доброго. Спасибо, друзья. Спасибо. До встречи. Так, Хосай Магмедович.